Зима 1967 года. Начало автозавода. Первые ковши земли, первые фундаменты. И вот первые победы, первые цехи. Этим уникальным кадром, как и волжскому автогиганту, уже почти 50 лет. 1970 год. Исторический момент. С конвейера сходит первая машина «Жигули». Тысячи сотрудников и сейчас продолжают работать. Собирать машины уже мирового класса. АвтоВАЗ с запуском серийного производства двух новых моделей «Лада Веста» и «Лада Икс Рей» сделал вызов авторынку. Качество «Веста» оценил глава государства в Сочи. Владимир Владимирович Путин уже в декабре в рамках личной встречи с губернатором особо отметил, что 70% комплектующих отечественного производства. АвтоВАЗа сейчас вот новые модели. Спасибо вам большое за поддержку. Реакция хорошая. О, «Лада Веста». Ну и машина хорошая. Хорошая машина. Я не сказал, когда тестировали в Европе. Те, кто принял участие в тестах, не могли определить стану происхождения. Назвали либо одну из европейских стран, либо Японию. И давали суммы, за что, за сколько вы купили. Я ролик тоже, пусть вас попросил, посмотрел. Давали от 12 тысяч евро до 28 тысяч евро. Спрашивали, а сколько бы вы дали за эту машину. В общем, так, на самом деле, она современная машина. Президент дал правительству страны поручение до 1 июля разработать и утвердить план по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкого автомобиля ВАЗ. Планируется организовать и провести выставки, фестивали, концерты, спортивные соревнования. Естественно, должен преобразиться и сам автоград. Это обновленные фасады домов, новые дороги, благоустроенные парки. И вот в эту пятницу первый в истории визит Дмитрия Анатольевича Медведева на АвтоВАЗ. С вертолета сразу за руль авто. Чтобы оценить всю мощь модели, просто посидеть на водительском кресле недостаточно. Председатель правительства страны провел своеобразный тест-драйв Lada X-Ray по территории завода, от цеха к цеху. Я сейчас прокатился, мне нравится. Комфортно, современная машина, ничуть не уходить. Вазовские машины сейчас не уступают иномаркам. Премьер-министр оценил качество сборки машин. Он ознакомился с цехом производства двигателей и коробок передач. Посетил сварочное производство и линию сборки автомобилей. Это последний цех автоВАЗа, в котором идет конечная салонная сборка машин. Среди привычного модельного ряда завода особо выделяется новый, в данном случае белый, автомобиль Lada X-Ray. Его производство началось в конце прошлого года. Эту машину уже успели оценить автолюбители. Кстати, с конвейера в феврале она появится во всех дилерских центрах. Lada X-Ray – компактный хэтчбэк. Специально для него было разработано около 500 оригинальных деталей. В базовой версии будет АБС, две подушки безопасности, центральный замок, устройство Aero Glonass и аудиосистема. В планах у предприятия выпустить в этом году 20 тысяч Lada X-Ray и начать работу над другими вариациями автомобиля. Сейчас производительность 45 автомобилей в час, а максимальная производительность в данной сборочной линии 60-х. Дмитрий Анатольевич Медведев подчеркнул, Lada Vesta и Lada X-Ray – это победа автоваза и всего автопрома страны. Уже на совещании премьер-министр отметил, что еще два года назад эта отрасль развивалась динамично. Российский авторынок поднялся на пятое место в Европе после Германии, Британии, Франции и Италии. Однако сейчас рынок демонстрирует отрицательную динамику, отметил премьер. Объем продаж всех автомобилей в прошлом году снизился по сравнению с 2014-м более чем на треть. Но при этом, что главное, не было допущено остановок предприятий и массовых сокращений. Нужно оперативно наладить работу по импортозамещению автокомпонентов. Здесь наши производители находятся в достаточно серьезной зависимости. А нам требуется выстраивать собственные технологические цепочки от сырья до готовой продукции. Нужно более внимательно анализировать наши экспортные возможности, подумать, как нам продвигать наши компании на внешние рынки, наши бренды на внешние рынки. Необходимо искать точки роста в непростой экономической ситуации. Прежде всего, стоит задача расширить производство качественных автокомпонентов, повысить конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке. Это даст национальной автоиндустрии возможность устойчивого развития не только в текущий период, но и на перспективу, отметил премьер-министр. Согласно новой стратегии, к 2025 году планируется увеличить долю экспорта автомобильной промышленности с сегодняшних 7,7% до 25%. Мы предлагаем исходить из консервативного сценария в части загрузки производств с оптимизацией неэффективных мощностей и повышением уровня локализации. Мы продолжим поддерживать неокры по инновационным направлениям, выступающим в качестве новых точек роста. Прежде всего, связанные с созданием гаммы беспилотных автомобилей и соответствующие для этого инфраструктуры. Из полутора миллионов новых машин, которые были куплены в 2015, более трети приобретали с использованием специальных льготных условий. В этом году этот курс будет продолжен, подчеркнул глава правительства. Все меры поддержки сохранятся. Кроме того, будут введены две новых. Первый – поддержка экспорта российских автомобилей и автокомплектов путем компенсации части транспортных затрат и расходов на приведение в соответствии с нашей техникой, в соответствии со стандартами покупателей. И второй – это новый этап обновления парка машин скорой и неотложной помощи. Напомню, с инициативой господдержки экспорта автомобилей выступал глава региона. Этот вопрос особенно актуален в связи с падением внутреннего рынка. Федеральное правительство продолжает оказывать беспрецедентную поддержку российской автомобильной промышленности. В 2015-м на эти цели было выделено порядка 43 миллиардов рублей. В этом году отрасль получит более 50 миллиардов для возобновления роста производства российских автомобилей. Дмитрий Анатольевич Медведев подписал соответствующее распоряжение о программе поддержки автопрома на этот год. Редактор субтитров А.Семкин